ирак с помощью терминала военного совета ты можешь выбрать одну из доступных боевых единиц нового типа круто сейчас туда загляну а пока подожди нам нужно подкрепление кстати прикольно то что они передвигаются иногда что они не стоят на одном месте что не что-то делают зонт например летает прошлое не должно определять наше будущее это да полагаю ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воли они будут свободны как и феникс прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом идеализмом они копии наших величайших воителей мы собираемся освободить твой народ от малаша а ты хочешь поработить мой в свободе кроется слабость я свергну молажа и спасу соплеменников от гибели но свободными им не быть все толдаримы будут служить мне свобода это миф который сильные придумали для слабых ты говоришь как амун если хочешь жить тебе лучше пересмотреть свою точку зрения сделай этого робота феникса новым вершителем среди чистильщиков пусть они исполнят свое предназначение став идеальным оружием ну что же я немножко не согласен с его мыслями мировоззрением кого волнует мое мнение почему именно линдион выбрали планеты вокруг которой должен был вращаться киброс тысячи лет на нем проводились научные исследования лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел чтобы развивать технологии которые могли бы принести пользу империи именно здесь родилась идея опсиматрица когда чистильщиков решили отключить они стали символом величия и опасности технологической мысли и тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию она как нельзя лучше подходила для этой цели именно здесь находились наши величайшие ученые которые постоянно совершенствовали стазисное поле киброса сколько всего их было на планете 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров надеюсь их смерть была быстрой на чистильщики опасны наверное это должен понять это сам ну либо я пойму что они опасны либо ты поймешь что они не настолько опасны насколько ты думаешь они же не могут быть все такими же как феникс а вдруг могут мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам и иерарх тебе нужно сделать выбор и так смотрите у нас есть еще часовые появились разрушители они увеличивают урона носимый врагам повышают дальность атаки союзников мешают движению наземных войск и не может атаковать вот проблема не может атаковать но то что он мешает движению наземных войск принципе это круто но мне нужен бонус скорости и базовый режим все-таки мне нужна мобильность чтобы у меня был такой ходячий пилон давайте посмотрим что могут делать колоссы так стандартный режим может преодолевать уступы атака воспламеняет участок земли нанося периодически урон на земном евайском противника и опустошитель ой-ой-ой я забыл про вас ребятки ей боже ты мой гусенички вернулись гусенички снова с нами но нет колоссы к сожалению в этом случае лучше создается корабеев который наносит урон по области вокруг цели нанося большой урон строением ну тут смотрите как бы в зависимости от того что вам нужно то есть если вы намереваетесь допустим прорываться на какую-то базу вам понадобится опустошитель и если же планируете такой резкий радор что вам понадобится колоссы поэтому я убираю колоссов а мне интересно что же они припекли вот нам вот тут вот приберегли в третьем варианте вот я возьму колоссов и так посмотрим здесь есть что-нибудь еще или нет феникс смотрели на фениксов посмотрели они с корсарами меняются темные архонты но мы тоже смотрели мы либо выбираем этих архонтов либо выбираем вот этих архонтов ну кстати не помню почему я выбрал темных архонтов вообще хотел потому что они пожёстче в этом плане ладно ставим тампларов и пойдем на миссии дальше смотреть что там есть интересного фиброс не сможет долго противостоять зергам нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков ответь мне честно феникс ты веришь в то что чистильщики согласятся нам помочь не знаю наверное их переполняет гнев обида за то как поступили с ними наши предки дэла а мы это не конклав и сегодня мы едины как никогда прежде поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу в отсутствие свободы народом можно управлять но при этом он никогда не будет единым ты прав но сегодня перворожденным не нужен еще один враг я верю что твои действия позволят нам избежать его появления от твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков но сейчас настало время действовать иерарх нас ждет нелегкий путь но его не избежать спасибо тебе друг согласен да нас действительно ждет во первых нелегкий путь а во вторых нас ждет довольно сложный выбор каком-то смысле чем больше я узнаю о ключе тем больше у меня возникает вопросов я не в силах постичь всей глубины мысли зелнага в тиранском исследовании говорится что ключ убьет любого оказавшегося рядом протаса очень смело ему заключение твой план сработал каракс стазисная сеть деактивирована за дело если мы активируем киброс он запустит свои защитные протоколы очистильщики они дремали тысячи лет и все еще озлоблены на нас если они нападут нам придется сражаться еще и с ними мы уже подвели их однажды не ведая что мы создали пусть это лишь копии но в них живут настоящие тамплияры после длительного общения с фениксом и я готов тебе поверить и это приятно ладно посмотрим что у нас есть здесь возможно нам что-нибудь предоставит перегрузка считать здесь есть паральное поле но здесь нет здесь определенно нужно оставить все так как есть можно единственно изменить темпоральное поле хотя особой разницы в этом не вижу союзные войска строения считаем способны уплатить до 200 единиц урона хорошая штучка и ибо ибо применить бы ну либо вызов феникса и опять же интересно что будет в оставшихся 6 ячейках ну чтож давайте перемещаться перемещаться к заданию теперь когда стазисная сеть отключена серги начали заражать поверхность киброса мы должны действовать быстро если хотим спасти чистильщиков амплиеры готовы и рарах и ждут лишь твоих приказаний ну чтож давайте попробуем архивы не обманули серги действительно сильный противник их сразу уже распространилась по поверхности киброса и гибриды амуна начали укреплять чтобы выиграть эту битву нам понадобится помощь чистильщиков действительно судя по планам станции система энергоснабжения киброса состоит из четырех секторов каждый из них запечатан тремя нулевыми схемами если уничтожить все схемы в секторе его питание восстановится и содержащиеся в нем чистильщики пробудятся мы должны охранять матрицу ядра если серги и уничтожат пойдет и гиброс и так основа охрана матрицы но все остальное немножко побочные действия сразу вложимся в виспен и рах мы должны найти нулевые схемы как можно скорее что же попробуем это сделать смотрим у нас есть артами возле ядра есть несколько отключенных от питания бушек если дополнительно укрепить эту позицию мы сможем выстоять чумба нет чумба нет эти укрепим тем более пилон нам впоследствии понадобятся так газ у нас добывается просто замечательно у меня к этому даже никаких претензий нету сейчас мы наверное будем все таки чуть-чуть буквально постоим на базе разберемся с тем что у нас есть но тем не менее давайте поглядим что у нас с этой стороны нас есть immortal если что телепортным свои войска с помощью массовой телепортации мы видим вот она нулевая схема уничтожим ее и ток энергии восстановится отлично так смотрите наша основная задача в данный момент это как можно быстрее уничтожить все вот эти схемы но есть одно маленькое но нам нужно это будет сделать в два этапа то есть уничтожить сразу эту и эту есть 3 по идее снизу насколько я полагаю я пока не знаю как я это буду делать но думаю что у меня это получится в зависимости от того еще сколько там хп по всего у них будет видно насколько качественно я это сделаю ну или не сделаю так построим не пожалуйста еще еще одни гиды спасибо замечательно продолжаем производство пробок как это важно это нужно это очень прибыльно по крайней мере по минералам так уж точно давайте ревнителем переведем чуть-чуть сюда добавим наш заводик начнем улучшение я думаю что это будет правильно и будем продолжать смотрите мы делаем войска сюда сюда и все-таки собственно как работаем этим целям хорошо ставим вот сюда пилончик чем у меня ты предлога это нормально правильно и хорошо серги готовятся к нападению на матрицу ядра воины защищайте что же давайте действительно защитим ее а мы можем призывать несколько зелков чем пока что именно действительно нет несколько и давайте все-таки глянем что у нас здесь вообще творится не уничтожая я сказал не уничтожая друзья мои очень разумно я не буду слушать тебе вечно отлично и дурак будь по твой искал не уничтожая пожалуйста замечательно более или менее я не буду слушать тебе вечно так хорошо забираем будь по твой получается что нам в течение примерно 60 секунд нужно как-то все это дело уничтожить выступая мы должны уничтожить нулевые схемы чистящики свяжут зерго в боем и замедлит их продвижение к ядру что-то а ладно замечательно просто что замечательно так что у нас здесь у нас здесь почему-то ничего не производится причем это логично я же ничего не предложил так минусу 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 я засек самостоятельное пробуждение чистящика погоди что-то не так его матрица поведения неисправна его салоритовая матрица памяти стала нестабильной и это необратимо его нужно отключить по крайней мере мы сможем использовать его салорит и на том спасибо так что у нас здесь давайте я просто хочу как бы уничтожить немножко зерков самой малости поспамить здесь зерков например нет продолжаем 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 ребята атакуйте пожалуйста спасибо мы там сейчас поставим еще вам но пока что ты предлога давайте спустимся пониже будь по ты выглядим что здесь вообще есть ради вас вместе замечательно еще одна матрица я так понимаю тебе и что это так и что-то находится вот снизу лёточка снизу находится прошу крадущий родились стаи зерков адаптируются к нашим действиям они начали защищать нулевые схемы но мы начнем их атаковать что логично разрушаем все это дело разрушаем их основную базу бей пожалуйста спасибо смотрите чистильщиков там делают помниться или как углы то колоссы хорошо системы чистильщиков намного масштабнее чем я думал что ты предложишь так ну ладно этот пилон мне не сильно нужен я уже сказал что он нам не сильно нужен хорошо так все вернется круги своя она к вину убить мы крадущиеся тени заманчиво зерки нападают с северо-востока они пытаются прорваться к нашему мексусу северо-восток а это у нас где кстати так здесь я вроде все зачистил более или менее очень разумно надо продвигаться дальше давайте сделаем вот так смотрите вот этого зерки не ожидали не нужен роботикс значит очень много пробок на самом деле давайте мы с вами сделаем вот так 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 допустим а второй пробочкой потому что их все равно много мы с вами сделаем что-нибудь более полезное например интернетку который по моему меня нету замечательно и роботикс роботикс хотя в принципе на этом уровне сложности я не испытываю вообще никаких проблем но окей ей построим еще дофига им илонов пожалуйста здесь 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 так чтобы ты не застрял а то я вас знаю вы любите застревать гады так все можете добывать спокойно чё тебе надо чё хочешь хотя нет не иди добывать потому что мне понадобится что-то построил что-нибудь более полезное типа вот так и эти вот так все тогда уже можешь добывать наверное что-нибудь нормально сойдет что у нас здесь есть и так мы можем делать колосятню отлично можем делать колоссов это просто замечательно давайте делать колоссов мне нужны штучки и где-то и здесь прокачаем здесь отлично атаку думаю что так нормально так что нам нужно сделать нам нужно где-то секунд за 30 умудриться убить зерго в плюс-минус что мы сейчас ладно что не придумаем я голос отмене оттуда а мы крадущиеся тени звуком не очень хорошо получилось конечно ну ладно сушка получились теперь что другого варианта у нас нет так сделаем пару ребят еще пару ребят я думаю будет нормально мы изучать вот теперь мы были способны среди тени тестисти у смерти пока не уничтожайте рыбочек эй я сказал миностранства тихая api такие злые то хорошо здесь вроде все нормально на самом деле мы радыщиеся тени так очень раз замечательно и хорош атаковать и лично я зачищаю линию и пока еще ни одного не убил все нормально вроде хорошо так берем из пинчик очень разу заходим еще вот сюда на всякий случай есть ради интереса крадущиеся тени будь смотрим сколько здесь всего и вся хорошо осторожно иерарх силы зергов в этой области превосходят наши прям превосходят уничтожение этой нулевой схемы поможет пробудить чистильщиков там настолько превосходят что-то надо его уничтожить все таки замечательно так давайте разложим его под варпим я здесь попробуем таки захватить эту высоту так сказать пустота холодно все так как да конечно пилончику досталось но думаю это не сильно критично у нас трава ну или кстати пусть будь по-твоему лучше не завершил хорошо инфесторов вырубаем ради вас не вырубаем всех вырубаем на успокойся только пустота холопая гидра я здесь почему гидра даем и не так ладно здесь пока все нормально вроде бы мы и 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 okay и главный убивать воздух и из со за герак в атаку на матрицу и гробит тупки преды мы должны укрепить оборону я так понял на матрицу имейт об desarнуть но собственно на какую еще они могут идти матрицу правильно же так ну на мой взгляд все довольно хорошо получилось классно сделал сделал хотя вообще ни о чем какие-то они изи изи гибриды я думаю это будет сложнее колосик тихо и хотелось бы себя потерять про вообще никак крадущиеся пустота замечательно все просто классно основную базу серии зерков я в принципе уничтожила не знаю насколько я ее продуктивно уничтожил но она мертвой как таковое это главное замечательно замечательно все просто классно и давайте мы можем мобильный режим сделаем обратно все теперь можно разделиться примерно на два отряда то есть пример вы и предложишь 16 юнитов давайте отделим просто например вот так и здесь примерно 18 нормально сойдет и теперь будем смотреть что делать я думаю что вот эти проще всего уничтожать и нижние шоу давайте так и сделаем голос затмения так сюда вера суба суба ради возьмись что ты предложил я теперь сюда нашу я и сюда надеюсь они уничтожатся довольно шустро враг познает нашу я забейте на них я не буду служить тебе вечно так все ради ачивки как говорится противо сместия но последнюю надо убить вместе двумя я так понимаю отрядами упс очень разумно все ок энергии увеличивается вам в действии чистильщики просыпаются ну получается что нулевые схемы уничтожены станции обеспечены энергией на половину я вершитель клаварион обращаюсь к лидеру перворожденных вершитель клаварион твои деяния по сей день ставят в пример всем тамплиерам оставь свою лесть что ты хочешь от чистильщиков братья вас создали чтобы защитить империю но к вам отнеслись без почтения подобающего тамплиерам я прошу вас вспомнить свой священный долг тамплиеров простить наших предков сражаться вместе с нами на равных враг чистильщики на наш дом напали пришельцы вперед ликвидируйте отлично крадущий чистильщики на наш дом напали пришельцы вперед ликвидируйте ну вот видите отлично они на нашей стороне классно нас пилон атакует правда говоря в общем чистильщики теперь будет сами все развлекать силы зергов в этой области превосходят наши нам следует соблюдать осторожность я уже одну такую зону убил уничтожение этой нулевой схемы поможет пробудить чистильщиков зерги атакуют матрицу ядра оттесните их все вместе я не буду с угар и тебе матрицу то они не на канут нормально а вот меня они порвать немножечко могут что они мне сняли они мне не сняли возможность строить колоссов это замечательно все остальное мне не особо важно такие дела такие дела принципе того что у меня есть вполне хватает нам нужно уничтожить полностью вот эту базу хотя чистильщики здесь справиться сами пойдем тогда уничтожать вместе юнитом вот этого нового непонятного я не буду слушать тебе сейчас мы собственно посмотрим что не так и что с ним может быть давайте сделаем еще два часа вы чумы нет и сделаем обильный режим боли да почему же почему я все время на делаю что ты так и 2 1 бамс нормально здесь сэнди минерал пожалуйста спасибо перворожденные я помню предательство смерть недопустима он жесткий кстати они прорвались матрицы игра убейте их и восстановите линию обороны блин да что ж такое-то что жаль дракс делать что должен хорошо феникс я прослежу чтобы соларит извлекли должным ну даме хотя бы гибриды не добил огонь добил лол просто жесть ладно замечательно нам так с этим мы справились нам к ногами справились можем телепортироваться конечно что мы наверное большей частью юнитов сделаем почему нет тебе замечательно и и будем продолжать уничтожение только перед тем как полностью все зачистить а уничтожки схемы их аж себе и 12 делясь и ради вас вместе и оказывается схем намного больше чем я думал ну я определенно не зря уничтожал базы снизу здесь проходил последняя группа нулевых схем находится здесь замечательно осталось уже совсем чуть-чуть ребята все вернется мы просто уничтожаем в хлам всех наших врагов сделаем вот так третий сектор активирован система энергоснабжения киброса восстановлена на 75 процентов как же он классно все поджигает на наши зонды напали настал наш час братья уничтожаете чужеродные формы жизни не знаю вот это может нам немножко помешать так сказать ну не сильно но тем не менее хорошо будь подвоем так теперь наконец-то эта пробка свободна она освободилась замечательно и давайте мы здесь подстроим ей что-нибудь приятное отлично ну в общем то пробка разберется со всем и вся она даст возможность всем отойти хорошо а мы тем временем пойдем дальше что у нас здесь делать у нас здесь уничтожается имба база я думаю чистые шики в принципе справятся я даже им отчасти помогу чуть-чуть ну так чуть-чуть совсем чуть-чуть давайте сходим на базу хотя ладно я не буду затягивать мы и так очень много уже играем вы опять скажете что я медленно прохожу в принципе здесь ничего сильно сложного как бы нету а ну стоп мне же нужно стука а нет одного только и что же я думал что мне нужно больше не сказать ну ладно нормально так отдавайте себя отлично замечательно просто великолепно проходим проходим еще раз проходим вперед не становимся нигде давайте тебя вырубим тебя вырубим чтобы моих зилков гад не вырубал как-то так не знаю в принципе довольно легко ну как бы это на то и боец знаю что мне еще ждать а то он и боец чтобы быть таким легким и что же так я сердце все питание полностью восстановлено киброс пробуждается иерарх энергоснабжение киброса достигло максимума чистильщики ликвидируют оставшихся зерков иерарх продолжаем бой братья убейте их всех до единого иерарх меня отключили от систем киброса ибро активируется оно готовится открыть огонь начинаю ликвидацию ликвидацию ликвидации Биосигналы зергов исчезли Вся жизнь на Индионе уничтожена Все кончено